Первая основа, да, на чем, в принципе, сейчас построено все видеонаблюдение, это обычные CPU-чипсеты, ну, только специализированные под видеонаблюдение именно. То есть это стандартные чипсеты с стандартной архитектурой, и на базе таких процессоров возможно реализовать классическую и DL-аналитику. Второй уровень, который сейчас активно используется, это GPU-процессор, ну, тут, по сути, та же самая видеокарта, это, в принципе, первое решение, которое возникло, которое позволило использовать нейросеть для анализа и структурирования данных видеопотока. Вот, в принципе, сейчас активно у нас используется на наших регистраторах нейростейшн серии. Ну, и что сказать, конечно, огромная вычислительная мощность этих процессоров, главное преимущество в том, что графические процессоры могут обрабатывать огромное число процессоров одновременно, вот, и поэтому они очень хорошо подходят для видеоаналитики. Вот, и, в принципе, последнее, что у нас есть на сегодняшний момент. Инновация, можно сказать, это NPU-процессоры, то есть нейросетевые чипсеты. Вот, особенность в том, что у них стандартный форм-фактор, то есть как обочинного чипсета, который находится в составе видеокамеры или видеорегистратора, но при этом у него новая архитектура, в нем есть нейромодуль так называемый, который также позволяет развернуть на ней нейросеть и пользоваться нейросетевой аналитикой, в том числе уже и на камерах.